Всем привет! Это видео можно, наверное, назвать «Убийца Хаэнда выходит на тропу войны», потому что часть первая. Потому что, судя по всему, придется еще вторую часть сделать с еще более крутыми колонками. То есть сегодня у нас здесь присутствует Microlab Pro 3. Колонки, которые в родном видео, вот с такими родными ВЧ своими, ну обычные мультимедиа, такие же, как Svenstream, Mega, только эти я использую как пассивные, потому что нету от них усилителя. Подключаю на усилитель свой хороший, дорогой. Ну звук, как звук такой обычный, мультимедийный звук, такой же примерно, как у Cortland, или там у Sven, или Microlab Solo, они все похожи. Sven, рояль какой-нибудь. А когда я поставил вот эти ВЧ, просто по приколу, вот такие вот ВЧ российского производства на неодимовых магнитах, те, которые ставятся обычно в S90, то есть они по дизайну сделаны как бы под S90. Но есть и в разных других видах тоже, дизайнов других. А суть останется та же самая. Так вот эти ВЧ настолько преобразили звучание этих Microlab, прошлой серии, если кто не видел, что я прям не мог поверить своим ушам, то есть это было ошеломляюще, как они звучат. Но я в тот раз не стал сравнивать с чем-то. Просто я вот слышал, что звук вроде бы офигенный. Но чтобы убедиться в этом, что он действительно стал каким-то непросто, там чуть выше мультимедий, да, чуть выше, чем он был, а он стал какой-то прям мощный, реально мощный, классный, прозрачный и нереально какой-то объемный и правдоподобный, для этого надо сравнить с какими-то колонками, которые хотя бы можно отнести как бы к одноклассникам, да, приблизительно. Вот я сегодня сравниваю. То есть я сравниваю не с какими-то там S30 или что там еще, даже не с S90, потому что, насколько я понимаю, Союз лучше, чем 90Б играет. Ну это вопрос спорный на самом деле, но тем не менее это крутые, вот в моем рейтинге крутые колонки Союз, я их уважаю. Колонки электроника, ну тоже в общем-то достойны, хотя они попроще, чем Союз играет. И вот микролабик. Обычный микролабик, в котором ничего не менялось, кроме ВЧ. То есть ВЧ просто сверху приделаны, потому что они туда в штатное место не влезут, скорее всего, магнит там это не поместится. Ну и дырки сверлит зачем, когда можно вот так подпереть книжкой. Я начал сравнивать, то есть я не помню, с чего я сегодня начал там. Первое-то, что я включил? По-моему, электронику я включил, вот эту вот 35S130, достаточно редкие колонки, уважаемые, советские, с изодинамическими ВЧ. Изодинамические ВЧ в данном случае в хорошем состоянии, ничего там, никакой не гармошки, то есть играет ярко, слышимо, детально там и так далее. На фоне других советских ВЧ эти, это изодинамика, конечно, хороша, то есть она как бы более ровно играет, более правдоподобна. И, в общем, за счет этого в основном эти колонки оцениваются мной повыше, чем Vega 15 AS109. И даже в сравнении, я помню, было прямое сравнение электроники 130 против JBL Studio 180, таких начальных хай-файных, современных колонок, вот прям 10 лет недавности. они играют лучше Vega, и вот эта электроника переиграла JBL, на мой слух, то есть электроника у нас уже не просто начальный хай-фай, а даже такой уже ближе к среднему, да, ну и может даже средний, если вот с чем-то попроще сравнивать. И вот она была сегодня первая. Ну, я и раньше отмечал, что электроника, она как бы хороша, она почище играет, получше, посерьезнее, чем другие, может быть, советские полочники. Как ни крути, электроника это лучшие советские полочники. Стоят такие колонки от 15, там это 20 и больше. НЧ-динамик там такой же, как в Союзе. Звучит-то она достойно, ну как бы нормально, достойно, но то, что они не отличаются какой-то увлекательностью и музыкальностью, это я давно отмечал. То есть электроника, она довольно бесстрастно играет. Хорошо, как бы чисто, но своего какой-то душевности не вкладывает. Просто какой-то такой мониторный, так сказать, звук получается. Ну, мониторный в плане подачи, равнодушной подачи. Хотя вот на рок-музыке и металле электроника себя хорошо проявляет, и там она это... Ну, а джазе может быть тоже, но хотя больше она под что-то такое тяжелое, такую угрюмую музыку, какой-то металл-рок, это лучше всего, пожалуй, получается. То есть там есть и скорость, и какая-то запас баса, может быть, напор какой-то. Вот. И в целом сам по себе звук у электроники достаточно такой темноватый, угрюмый, с провалом по средним частотам. Ну, в общем, я послушал, но звучит так более-менее нормально, да, но скучновато это слушать, то есть нет увлекательности у этих колонок. Ну, про это я говорю, я много раз уже говорил. И после них я включил Microlab Pro 3 с пищалками вот этими LAS. И это было намного круче. То есть это... Даже не знаю, как это оценить, ну, то есть электроника, она просто хорошие колонки. А Microlab, кто бы мог подумать, если мне кто-то сказал, что я буду говорить, что Microlab будет, ну, будет лучше, чем электроника, лучше, чем союз, там, да, еще неизвестно, с чем его еще можно сравнить, этот Microlab. Может быть... Ну, то есть я не стал сегодня сразу все выкатывать колонки там, да, я вот пока вот эти, то есть это у нас как раунд такой, как в Mortal Kombat, то есть первый раунд, там, потом выше боссы будут более крутые. Если он этих победит, а он их победил, да, забегая вперед. После электроники Microlab звучит удивительно глубоко. Ну, вот за счет, понятно, что за счет VH. Вообще я посмотрел раздел частот вроде как у Microlab 2000 Гц вроде бы, если не ошибаюсь. И у этих пищалок как раз тоже вроде как по паспорту они до 2000 Гц снизу играют. Ну, правда, говорят, что это такое неправдоподобно, потому что у них как бы вроде нет подвеса. И без подвеса они не могут так низко играть. Ну, фиг, я не знаю, разбираюсь в этих АЧХ, я вообще в этих моментах. Ну, играет хорошо, я провала вроде бы не слышу. Это вот на электронике провал всегда заметен, да, по средним. Глухость. А здесь вроде такого ничего нету, хотя шероховатости какие-то слышны. И безусловно, потому что, ну, даже просто потому, что эти пищалки 8-омные, а требуется там фильтр настроен под 6-омные в Microlab. Ну, я этим как бы пренебрег. Что с этим сделаешь-то, да? То есть фильтр переделывать не буду же. Из-за этого, возможно, какие-то там нестыковочки могут быть. И немножко где-то что-то, конечно, не все супер гладко, но звук в том, что касается вот выше вот этих 2000 Гц, он офигенный. Да и ниже тоже, на самом деле, не так уж плохо этот карбоновый келларовый динамик бас играет бас. Нижнюю середину играет вроде, да, но может быть какой-то на каких-то других колонках она бы еще лучше играла. Но вот по верхам, даже по середине, она настолько прозрачна и глубоко, голографична, объемна, что у меня ощущение, что я такого звука вообще нигде не слышал в своих колонках. Ну, чтобы в этом убедиться, надо, конечно, сравнить их, да, вот там с Victor 50FX, например, в следующей серии. Но это нечто. И почему-то эти пищалки, я насколько помню, так не проявлялись, когда я их ставил в S90, как рекомендует там производитель. Ну, производитель рекомендует либо просто ставить, либо менять номиналы, то есть переделывать фильтр в S90 именно под 8 Ом. Это не трудно, но мне, например, это было лень делать. И может быть, а я, то есть из-за ситуации выхожу тем, что я прицепляю к этим ВЧ резистор на 8 Ом, который их, ну, приглушает, а может быть он им не дает так играть, как надо. А может быть просто, в принципе, в S90 с ихними фильтрами эти ВЧ настолько не раскроются. А вот, ну, все-таки там трехполосная система, и за средние частоты там отвечает другой динамик, то есть ласовский другой. А здесь двухполосная система, и здесь эти ВЧ, получается, играют, ну, половину диапазона там от 2000 до 10, например, до 15. Басовик этот, мидбас, играет там от 0, или от 30 до 2000, короче. И может поэтому они крутые пищалки-то вот эти вот, то есть, ну, я не знаю, они круче, чем на японском Hi-Fi каком-нибудь, но вполне возможно, что да. В этом, в корпусе S90, в фильтре S90, оно играло, насколько я помню, по ВЧ чуть похуже, чем Victor 50FX. Ну, где-то, где-то около того, но может быть чуть похуже. Но здесь оно прям вообще так, это, по крайней мере, на фоне вот колонок такого уровня, который тоже вроде бы считается солидный уровень, я его так считаю, они-то творят такие чудеса, то есть настолько, и причем это даже вот в плане эмоций, этот электроник, она равнодушна. Ты слушаешь, но тебе скучновато это все слушать, то есть как-то равнодушно все получается, без эмоций, а эти, они ярко, так как бы празднично, но при этом не звенит особо ничего. Сибилян, ты можешь чуть-чуть есть, но даже не скажешь, что это титан. Вот, например, на Онке, у каких-то старых там у меня были, там титановый на Ливерпуле, но он такой навязчивый титановый какой-то звук, то есть, а здесь он больше типа как алюминиевый, что ли, звучит, потому что у алюминиевых вообще вроде как нету послезвучия титана каких-то излишних, да. Меньше звона или как, ну, в общем, быстро, четко, без каких-либо там запаздываний, и ВЧ, и середина. Главное, что не только ВЧ, но и середина такая волшебная просто. На какой-то музыке серьезной, где там какие-то девы, девы поют какие-нибудь там эти баллады, это настолько впечатляет, на фоне электроники, по крайней мере. Это высокий класс, высокий уровень. Я даже не знаю, с чем это сравнить пока что. То есть, тут микролаб, он не просто стал, поднялся с колен и перестал быть ширпотребом с этими ВЧ, он практически лезет куда-то уже, не то что в средний, чуть ли не высокий хай-фай. Как такое может быть? Это невероятно. И мне никто никак бы не платил за рекламу, просто я, ну, реально я попробовал, и вот оно почему-то с микролабом, ну, и, наверное, с другими любыми двухполосными системами, особенно вот, у которых там именно восьмиумные, ВЧ родной. Просто заменить, и будет нечто. Ну, зависит, не знаю, от раздела частоты, от чувствительности, но это все рунда. То есть, такой удивительный, объемный, натуральный звук, который, то мне кажется, он даже лучше, чем у любых японцев получается. Ну, скорее всего, это кажется мне просто потому, что не ожидаешь от таких дешевых колонок такого уровня, но если сравнить по-настоящему, там, с серьезными какими-то, но, тем не менее, это что-то очень прикольное. Ну, в остальном, там, по басу, как бы, да, вроде нормально все. Не скажешь, что это супербюджетная какая-то система, там, да, по басу, по нижней середине. А что будет, если я эти ВЧ поставлю вот этот вот союз, который рядом стоит? А я изначально, ну, я в Микролап-то не особо планировал, а вот в союз я планировал, потому что у союза всегда было заметно, что у него ВЧ, именно с завода они так придуманы, ну, слабенькие в плане качества звучания, то есть, довольно невнятные, и довольно, то есть, могли бы быть и получше даже по тем временам пищалочки. И поэтому союз всегда мне нравится именно в середине, там, басом, то есть, душевностью какой-то, теплотой. Но ВЧ это вообще не было сильное место. Они как бы неплохие, но их как бы просто нету, они там, так. Поэтому я всегда порывался, что будет, если поставить в союз вот эти вот альбовские пищалки с Микролапа переставить на союз. При том, что там даже ничего менять не надо, там 8 Ом. У союза 8 Ом пищалка, и это 8 Ом. И по точкам прикручивания, скорее всего, оно совпадает, насколько я помню, с S90 и у Союза, у Эстонии. Ну, по фланцу там, может быть, придется делать подкладку какую-то, чтобы не было щелей, потому что дырка, скорее всего, круглая там. А я не помню, наверное, да. И, возможно, этот фланец не закроет ее полностью, а может и закроет. Короче, это как-нибудь... Ну, я не хочу это сразу делать, это будет на десерт. Потому что если даже из Микролапа эти ЛЧ сделали чуть ли не хай-фай, какой-то хай-энд, то что будет с Союзом, даже представить себе трудно, потому что Союз-то, ну, явно, наверное, по средним, там, может быть, по басу-то получше, чем Микролап, наверное. Ну, а чё? Это будет вообще тогда супер невероятная акустика. Ну, и вот Союз, значит, я послушал эту Микролап. Как его назвать теперь? Надо его по-другому называть, какой-нибудь микро... Чё-нибудь там... Микролаз. И включил Союзик. Союзик я люблю, уважаю. Ну, то есть в мире именно советских колонок, да, и каких-то дешевых иностранных, они, ну, они хорошие такие, в принципе, душевные такие, да, вот, серединка хорошая вот эта купольная. Но после Микролапа, вот, в данном виде, это, конечно, ни о чём. Середина, да, может быть, даже, ну, как бы, какая-то нижняя, может, чуть получше там, но в остальном-то по ВЧ, конечно же, очень всё намного хуже. И главное, не то, чтобы... не только ВЧ, ВЧ – это не просто звуки, которые вот... даже через видео слышно, что современные пищалки, вот эти металлические, они дают такой более отчётливый, более быстрый, как бы такой звонкий звук, аудиофильский, подробный. А этот ряпочный ВЧ, он, понятно, что так играть не сможет, но дело тут даже не в этом, а тут дело в... в том, что ВЧ, они не просто цыкают. Это вот, может быть, я раньше думал когда-то на заре своей, там, этой деятельности ютюбной, колоночной, что хорошая ВЧ от плохих отличий, ну, типа, что они в роли не играют, я вот считал, что всегда середина – это самое главное. Ну, в трёхполосных, наверное, да. А в ВЧ они так, типа, просто там чирикают, ну, а на самом-то деле с опытом понимать, что ВЧ – это не менее, а может быть, даже более важно, потому что они сформируют объёмность и прочее, и прочее. Вот тут наглядно видно, то есть на Союзе такой, ну, я... может, дело не только в этом, но микролаб создаёт голографичное, объёмное какое-то звучание. В чём секрет, не знаю. Может быть, я плюс и минус перепутал. Но такого вряд ли может быть, то есть оно было бы слышно, наверное. Или, может быть, причина в том, что вот нужно 6 Ом, а я поставил 8, и оно, например, как вариант, куда-то там наползает, может быть, на мидбас, и образуется реверберация, и поэтому кажется, что оно более объёмное. Ну, скорее всего, не так. Всё, скорее всего, не так, всё нормально. Но у Союза, как бы, звук-то тоже вроде неплохой, но вот объёма вот этого ПВЧ из-за их пищалок, скорее всего, и близко такого нету. То есть глубины сцены, ширины сцены, то, что даёт Ласовский ВЧ здесь, на микролабе. На С-90 я такого что-то не особо помню, чтобы он настолько классно работал. Ну, может быть, просто, ну, может быть, там тоже было, просто конкуренты были посильнее. Так что могу сказать, что да, мои уважаемые колонки Союз, которые я, в общем-то, высоко ценю за свои деньги, проиграли микролабу. Колонки электроника тем более проиграли микролабу. Они не такие выразительные получились, не такие какие-то более угрюмые, более тяжёлые, более невнятные. То есть и, ну, они сами по себе, в принципе, электроника достаточно специфический звук такой, своеобразный на любителя. Но тут уж как ни крути, микролаб-то намного лучше. Поэтому это просто какой-то хай-энд машина по пожиранию конкурентов. То есть, что я сотворил? Я создал монстры, знаете, как человек, который хотел какого-нибудь там помощника сделать, компьютерного, а в итоге придумал SkyNet и этот самый нейросеть, самообучающийся, который его уже потом и съел, например, да, и всех конкурентов тоже. Он думает, что я наделал? Этот Франкенштейн, он вышел из-под контроля. Микролабик их всех сожрал, то есть и ту, и другую пару. Поэтому будем ему... Ну, а что я могу ещё ему противопоставить из того, что у меня есть-то? То есть, по сути, всё советское он просто съел. С-90Б, ну, её далеко вытаскивать, там она заложена. И я сомневаюсь, что 90Б что-то как-то сильно лучше, чем Союз. У меня было недавно с ними сравнение какое-то. Ну, может быть, чуть лучше в каких-то моментах. Но 90Б, я помню, оно не формирует такой, как лазерные, лазерные голографические сцены и прочей вот этой фигни. То есть, и такой лёгкости, такой скорости, голоса, высоких частот, там, середины, всего такого. Ты слышишь, ты залипаешь, ты просто, ну, понимаешь, что это звук, которого ты давно не слышал. Это напоминает ХЗК, на самом деле. Вот у ХЗК, почему я люблю эти колонки югославские, там что-то такое, тоже похоже иногда, моментами проскакивает. Какой-то объём, который просто дышит. И почему-то, ну, то есть, с этими метролабами ощущение, что это звук объёмный, как вот, типа электростаты. То есть, он как бы, я не думаю, что это из-за того, что пищалка наружу выставлена. Какое это имеет отношение? Канал АЗВУКа, там что-то недавно экспериментировал, я так немножко, минуту посмотрел, ничего не понял. Тем, что он что-то вытаскивал пищалку из корпуса и замерял, как она, типа, пищалка работает на плоскости. Может быть, с этим, правда, может, с этим связано, нет? То есть, когда она вставлена в лицевую панель колонки, допустим, она, получается, играет, и у неё какие-то есть всё равно, я вот так понимаю, отражение от передней панели. То есть, она как бы к стенке передней приделана. А когда ты её прицепляешь куда-то сверху, вот она так, типа, свободно стоит, то, хоть казалось бы, ей как бы пофигу, вот что она сверху, это же не динамику, которая сзади окна какие-то есть, он без стакана, да ему надо играть вперёд-назад, не широкополосник. Это просто пищалка, у которой сзади всё закрыто. Но, возможно, это тоже придает, это уже какая-то, знаете, эзотерика, придает чего-то там, и получается звук-то настолько объёмный, и свободный такой, прям летающий, порхающий, как электростат. Так что, следующий раунд у нас будет, наверное, с каким-то, типа, ХЗК, может быть, даже с Victor 50FX. 90B, даже не знаю, смысл-то какой сюда вытаскивать. Это круче, чем 90B, я в этом уверен. Ну, не в плане количества, там, баса, мощности, а именно хай-файности на какой-то такой музыке, певучей. Хотел сегодня ещё тоже сюда добавить, понимая, что наши советские терпят бедствие, нужно на помощь кого-то звать. Я хотел добавить сюда ещё JBL, может быть, L56 двухполосную. Ну, я думаю, что, почти уверен, что вот этот Microlab и JBL-ку 56-ую тоже съел бы, вообще бы легко. Потому что JBL, она всё-таки не про хай-фай больше, она больше про мясо, рок-концерты, танцы, то есть, именно 56-ая модель. Вот, ну, про 112-ую я, как бы, ничего не буду говорить, потому что тут это уж куда, это осквернение чувствирующих, да, что Microlab сравнивает со 112-ой, например, конечно же, она лучше, ребята, купите я, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, вот, я уже сказал, с чем я буду, может быть, следующей серии сравнить, это будет серия, там, Microlab на тропе войны, часть 2-ая какая-нибудь, финал. Все остальные колонки, двухполосные, трёхполосные, советские, в пролёте, получается. Вот настолько современные пищалки могут себя показать. Что касается современных пищалок, я где-то недавно вспоминал про то, что вот были у меня Paradigma Studio, канадские колонки, середина двухтысячных годов, Studio версия, там, кажется, первая, 60, модель 60, версия первая, и они не сбалансированы, у них какая-то отвратительная середина была непонятная, как можно было вообще такое сотворить, я не знаю, жопой они там думали, или как эти конструкторы. Ну, нормальный, как для столбов, бас, нормальный VCH, и VCH там были вот наподобие таких тоже, ну, неодимовые, понятно, что, очень похоже на вот эти в плане звука. Я тогда заметил, что колонки двухтысячных годов с неодимовыми вот этими магнитами, с современными технологиями в плане VCH, они, я ставил, сравнивал на видео с диатоном 77, у которого тоже вроде как VCH такие выдающиеся, так он их просто выхлопнул, этот парадигм именно по VCH. Прогресс в целом в аудио, это может быть и не за 40 лет не особо там куда-то шагнул, ну, так в целом, там по динамикам, но вот в плане высоких частот, в плане пищалок, прогресс, действительно есть и очень существенные, если даже, ну, современные какие-то там, я думаю, что пищалки, в том числе даже не только такого плана, но, наверное, с излучателем Halo какие-нибудь китайские, там продаются AMT-шки какие-нибудь недорогие, они не так дорого стоят, на Алиэкспрессах всяких, даже они могут просто нагнуть все эти диатоны и прочие всякие там винтаж 80-х годов высококлассные японские high-end, я в это уже верю, потому что диатон, они точно нагнули 77-й, причем с большим запасом, в плане V-C, это благо то, что те колонки сами по себе, в остальном бездарно сделаны, какие-то такие вот эти парадигмы, ну, неинтересные, там как будто просто набор динамиков поставили, они даже друг с другом как-то не особо сочетаются, не в плане там концепции, в плане восприятия, стилистики, звук какой-то, но, если бы это делали какие-то руки, люди с более прямыми руками, да, то при желании можно наваять такого, что просто выхлопнет весь этот high-end японский, мне кажется, то есть, ну, вот эти V-C, ну, бывают, например, какие-то колонки, типа там, Pioner 933, иногда, с поврежденными, например, мембранами ленточными, да, и их никто не берет, потому что, ну, они, во-первых, там даже с поврежденными стоят дорого, там в районе 100 тысяч, может больше, их не берут, потому что, типа, эти, они не ремонтируются, а аналогичные 40-летние пищалки с разборки с японской купить, это будет как половина колонок, там, тысяч 50 потратишь, может больше даже, за пару, чтобы восстановить это дело, люди там обычно думают, типа, я вот Vintage, например, хочу, чтобы он был аутентичный, кто-то вот, сильно такие задроты, им важно, чтобы даже внешний вид был аутентичный, но остальным, более-менее адекватным, важно, чтобы, ну, хотя бы, технически они были аутентичные, то есть, чтобы не было каких-то современных там динамиков или что-то такого, короче, поэтому подобные колонки с ленточными пищалками, которые иногда бывают со сгоревшими, их не особо кто-то покупает, но я могу предполагать с большой долей вероятности, что, допустим, если даже взять какую-то такую высококлассную японскую акустику, ну, например, Vector FX9, у которых часто сыпется ЛЧ, на Авито, такие примеры нередки, поставить туда, ну, ладно, Vector FX9, допустим, слишком высокого полета, тема, но, да какой-нибудь Ямаху НС1000, просто взять и поставить вот такие ВЧ, да я вам отвечаю, это будет 100% лучше, чем их родные ВЧ, бериллиевые, хваленые, потому что, ну, это 100%, даже где-то он поставь, еще вообще куда угодно, то есть, современные ВЧ при относительно небольшой цене и стоимости производства, они оставляют далеко позади все, что было там, судя по всему, 80-е, ну, либо не то, чтобы далеко, но хотя бы вровень становятся, при гораздо меньшей стоимости, тема, когда я просто взял самые дешевые бюджетные колонки Микролаб, поставил туда хорошую пищалку высококлассную, и у меня получились колонки, которые не просто хорошо звучат, там как-то несбалансированы, они и по мелодичности, то есть, и по музыкальности, даже по увлекательности превосходят вот заводские образцы советские, да, и судя по всему, даже не только советские могут превзойти, даже японские, просто взял и поставил какие-то дешевые колонки и получил офигенный результат, это подрывает веру в великие, там эти исследовательские институты научные, японские, великие там, великих инженеров, которые кропотливо там настраивали, эти акустические системы, чем-то там, что-то делали, да, вот если мы говорим про современный или про винтаж, потому что я просто взял, поставил, у меня звук получился лучше, чем там 50% вообще всего винтажа, наверное, который существует, даже, ну как так-то, и тогда получается, что тема самостоятельной сборки самодельных колонок, она не такая уж ну как бы дурацкая, потому что те, кто предпочитает именно фирмовые колонки, они в своем мире живут, для них, скорее всего, самодельные, они как бы так, как что-то просто непонятное, то, что никогда не будет лучше звучать, чем заводское изделие, то есть это как ну люди воспринимают акустику заводскую как высококлассный очень сложный продукт, который там сложно свести полосы, там найти баланс, там все это подобрать, да, а самодельщики никогда так не смогут сделать, плюс они говорят, там самодельщики, у них нету слуха, там они делают под свой слух, там, да, как бы и вкуса у них нету, поэтому они могут что-то наворотить, ну из того, что я видел, допустим, самодельные колонки, которые самые известные, там есть в интернете, они в основном либо с мягкими ВЧ, типа как у Союза, я не уверен, хотя может современные мягкие ВЧ тоже что-то могут такое выдающееся показывать, не знаю, я с ними не сталкивался, может они по сравнению со старыми мягкими ВЧ тоже как-то вперед прыгнули очень мощно, но самоделки с мягкими ВЧ я бы не стал рассматривать, а вот есть которые с АМТ, например, с излучателями Хейла, современные там проекта Александрова, например, трехполоски, или что-то еще такое, то это да, это наверное, ну там вопрос опять же среднечастотника, там нужно качественный высокочастотник, качественный среднечастотник, да, это уже, средний, дорого стоит, качественный, так что это уже такие заморочки, а вот здесь у меня получилась двухполосная система, ну просто таки, очень шикарного уровня, почти забесплатно, то есть цена этих пищалок 10 тысяч новые от производителя и сами микролабы, что-то там стоит там от трех до пяти, если сделать какие-то ставки, сможет ли подобная система переиграть чего-нибудь там, а с чем я могу ее сравнить, с чем, ребята, это не смешно даже уже, это страшно, то есть я сегодня выкатил лучшие советские колонки против них, ну, ХЗК, квиктор 50FX, мне что-то нет уверенности, что ХЗК переиграет их, ну посмотрим, конечно, то есть возможно эти-то даже как бы и будут круче за счет этих волшебных лучей, Виктор 50FX, это тоже, я не помню, чтобы он настолько объемно и голографично играл, у него сила-то в другом, он просто это типа роковый, в нем сила в том, что он не просто какой-то такой получился, он получился с определенным настройкой, как бы настроением, он дарит настроение именно такое, вампирское, и это этим он ценен, то есть это колонки, которые вовлекают тебя в какую-то определенную вот такую вот музыку и настроение, и наверное, это и рукотворная тема, и это было сделать сложные аплодисменты тому, кто это смог сделать, так настроить звук, то есть это явно не случайно получилось, но именно вот в остальном-то Виктор 50FX, да и даже FX5, например, Zero, сможет ли он такое показать, да что-то я не уверен, а если это правда, если они в таком виде правда играют лучше, чем вот это все, лучше, чем 50FX, который стоит 60 тысяч, например, то с чем-то, а у меня выше-то ничего и нету, такого, ну, JBL 112, ну, там я даже боюсь что-то вообще говорить, JBL 112 хорошие, колонки, они лучше, чем 50FX играют, но, наверное, они этих все-таки микролабов переиграют, наверное, очень странные какие-то рассуждения, сам себе не верю, что я об этом говорю, и все это стоит вот столько вот, но это скучно, это даже печально, это грустно, для аудиофила, который, ну, допустим, там, или какого-то колоночного маньяка, который покупает колонки в поисках каких-то ощущений новых и впечатлений от колонок, да, в поисках своего звука, там, вот, как ягодки сейчас сорву, попробую вот это вот на вкус, вдруг угадаю, вдруг она вот прямо понравится, нет, это немножко кислая, это какая-нибудь горькая, а вот это хорошее, вот я себе в корзинку, в коллекцию, типа, положу, в этом интерес людей, то есть людям не столько интересно найти этот звук, ну, и прийти, как бы к финишу, а именно в процессе, они интерес получают, то есть одно продать, другое купить, там, с надеждой, засыпая, представлять, как оно, как оно будет звучать, там, делать ставки, понравится, нет, и в этом интерес, а тут появляется какая-то хреновина, которая вот стоит три тысячи, как микролапы, плюс ВЧ, которая, ну, делает, по сути, бессмысленным вообще какое-либо ковыряние в каких-либо там более дешевых колонках, да, может быть, вега, контата, она может быть еще душевнее будет, именно душевность, но в плане чистоты, хай-файности, да, эти штуки просто, ну, всех просто нагибают, и от этого грустно становится, как бы и весело, с одной стороны, что вот, имбовая, как это, читерская, короче, штука, да, как говорят в компьютерных играх, то есть, дисбалансные, а с другой стороны, грустно, что, что тогда делать-то, как-то это будет неинтересно.